всем большой привет меня зовут ира и в сегодняшнем видео я хочу разобрать все свои средства для губ у меня на канале есть уже две части видео с расхламлением всей моей коллекции косметики но сегодня в общем то последняя часть с расхламлением это будут все мои средства для губ помады жидкие помады блески и карандаши если вам эта тема интересна то оставайтесь со мной приятного просмотра и я решила начать с помад в стиках здесь и кремовая текстура и матовая в общем давайте все сводчить и смотришь но я с вот такого стика это помада из магазина miniso я ее покупала в минске она уже достаточно старенькая ну как старенькая года полтора-два наверное ей и это вот такой формат то есть там в крышечке само средство и с помощью такого спонжика средство набирается и распределяется по губам и получается на самом деле очень такой натуральный эффект зацелованных губ такой стиль макияжа губ мне кажется пошел и скорее и я активно пользовалась этой помадой особенно в летнее время потому что вот этот оттенок он такой сочный ягодные яркие достаточно и он мне очень нравился именно в летнее время купить его не так-то легко не в каждом магазине не в каждом городе поэтому буду от него избавляться видите она уже подсохла и она уже прям крошится очень сухая поэтому пользоваться этой помадой вообще уже не вариант по той же самой причине я в общем-то избавляюсь от помады color stay липстик это тоже из магазина miniso не в каждом городе есть магазин miniso не так-то легко достать эту помаду поэтому не вижу смысла хранить да и в принципе темными оттенками пользуешься не каждый день не каждый сезон у меня есть несколько любимых вариантов темных помад поэтому ими я буду пользоваться а от этой избавлюсь это оттенок 08 оттенок интересный темный такой вот вампирский и помада не матовая она кремовой формуле оставляю три кремовые помадки от эвелин под названием ох май кис они у меня не так давно какие-то появились в августе прошлого года какие-то в декабре в любом случае они новые мне они нравятся это 0 8 0 1 и 14 оттенок оттенки ходовые на каждый день идеально и также мне очень нравится формула она кремовая комфортная в общем очень приятная для губ и вот так выглядит сводчи это 0 1 0 8 и 14 оттенок оставляю кремовую помаду бальзам от эвелин под названием color and kem также как и предыдущие эта помадка достаточно новая мне очень нравится ее формула и ее оттенок у меня это оттенок 002 беру и это вишневый очень освежающий приятный оттенок и эта помада она действительно бальзамного такого типа бальзамной формулы то есть она параллельно и ухаживает за губами и тонирует их очень приятно ощущается и вот так она выглядит в пару слоев то есть ее можно регулировать по насыщенности я люблю наносить ее вообще тонким слоем распределять пальчиками и получается эффект зацелованных губ и последняя помадка из магазина miniso под названием kiss lipstick это оттенок 05 pumpkin color и это матовая помада причем она супер матовая она очень сушит губы очень подчеркивает текстуру в упаковке очень миленько выглядит в виде сердечка оттенок ну такой на любителя скажем прямо не все любят подобные настолько теплые тыквенные оттенки я от нее буду избавляться в общем-то как и со всеми остальными помадами из магазина miniso и вот такой у неё яркий насыщенный плотный оттенок оставляю помадку от иван это матовая серия оттенок фуксия у меня единственный на данный момент подобный яркий розовый оттенок мне очень нравится и формула этой помады несмотря на то что это супер матовая формула тем не менее она очень комфортно лежит на губах она очень насыщена пигментированная плюс мне нравится оттенок очень жизнерадостные обожают этот оттенок именно на летнее время и я чаще всего эту помаду ношу не в матовом финише а в глянцевом поверх нее я добавляю либо прозрачный блеск либо полупрозрачный с какими-нибудь блестками и тогда губы вообще смотрятся очень глянцево сочно объемно также у этой помады очень красивый футляр оттенок вот такой яркий розовый уходит даже в холодные лиловы буду избавляться от двух маленьких помадок это лимитка от катри из кавер гауча так как это лимитка в общем-то я не могу показывать эти помады у себя в блоге и потому что вы их уже нигде не найдете эти помады выходили года наверное полтора назад вообще это был наборчик из четырех помад очень красивенький но пользуюсь ими очень редко потому что оттенки не повседневные поэтому не вижу смысла их хранить буду от них избавляться пока что оставлю красную помаду от лило космик это матовая помада мой любимый оттенок 505 это мой любимый оттенок красного который на мой взгляд идеально подходит под мою внешность вообще у этой помады уже истек срок годности до истек в прошлом году в двенадцатом месяце я хочу повторить эту помаду в ближайшее время но чтобы не забыть ее повторить я ее пока что приберегу опять же красными помадами я пользуюсь не так-то часто только на определенные праздники но тем не менее хочу чтобы у меня была одна идеальная красная помада которая будет идеально подходить под мой цветотип и вот так выглядит помада на моей коже то есть это красный но он уходит в теплый оттенок избавляюсь от кремовой помады релуи комплименте эта помадка досталась не в подарок к заказу с сайта с интернет-магазина релуи это оттенок 0 9 помадка неплохая в принципе стандартная классическая кремовая у нее вот такой оттенок кораллово-красный но эту помаду релуи выводят из производства и не вижу смысла ее хранить потому что не все смогут ее купить а даже если сейчас она где-то и доступна то скоро она вообще выпадет из продажи от подобных средств которые сложно достать я стараюсь избавляться и показывать на своем канале только более актуальную косметику и вот так эта помада выглядит на свотче она не особо пигментированная такая достаточно полупрозрачная я бы ее назвала даже бальзамной очень увлажняющая кремовая помадка отлило оттенок 13 это очень летний насыщенный оттенок яркие вот такой интересный мне оттенок этот очень нравится особенно на более загорелой кожи он очень здорово смотрится подчеркивает загар но у этой помады уже вышел срок годности и не вижу смысла ее дальше хранить потому что пока она доживет до лета она совсем боюсь что протухнет поэтому лучше я возьму на ее замену что-нибудь новенькое и вот такой у нее свотч кстати очень похож на предыдущую помаду от релуи тоже она очень кремовая даже полупрозрачная очень такая вот влажная избавляюсь от матовой помады люкс визаж pin up оттенок 505 оттенок очень красивый повседневный но почему-то у меня к нему совершенно не тянулась рука я его уже пыталась использовать и как румяна поэтому он у меня эта помада у меня сейчас здесь такая вот грязненько в тональном средстве оттенок очень красивым не идет но долгое время эта помада лежала без дела и в общем у нее уже истек срок годности поэтому буду от нее избавляться потому что у меня в принципе на данный момент хватает нюдовых помад не вижу смысла ее хранить вот такой очень красивые повседневный нюдовый оттенок и оставлю сатиновую помаду от белор дизайн сатин колорс это у меня оттеночек 1 до пользуюсь редко но срок хорошие до 22 год на эта помада пользуюсь к сожалению не так часто куда мне ее нанести но в принципе у меня не так много остается обычных кремовых помад нюдовых у меня их не так много на данный момент поэтому пока что я попробую ей попользоваться если что в следующем расхламление от нее избавлюсь и пока что пусть будет она кремовая и она как можно заметить с таким небольшим сатиновым финишем и вот так выглядят все сводчи именно помад в стиках и вот такой результат у меня после разбора помад в стиках вот эта кучка то что я отдаю либо выбрасываю а вот эта кучка то что у меня остается я считаю что результат отличный едем дальше следующую категорию я буду разбирать это блески для губ я так подумала что разбирать карандаши и жидкие помады лучше в самом конце потому что они могут быть слишком стойкими и я не смою сводчи с руки поэтому сейчас я разберу блески а дальше все остальное и сразу же я избавляюсь от своего последнего блеска от бренда демини концепт шайн это оттенок 11 классический в общем-то блеск для губ ничего в нем особенного он липкий он полупрозрачный он бюджетные к нему моя рука вообще не тянулась то есть и заставляла себя им пользоваться поэтому у него во первых уже истек срок годности в прошлом году во вторых в нем ничего выдающегося нету лично для меня поэтому я его со спокойной душой выбрасываю вот так выглядит сводч в общем-то обычный стандартный блеск пахнет кстати очень приятно даже сейчас после того как у него истек срок годности у него приятный вкусненький сладенький конфетный аромат оставляю лип максимайзер от эвелин это вообще новинка у эвелин всего у них на данный момент есть два варианта этих максимайзеров у меня это первый по моему да это первый номер и это блеск полупрозрачные в нем содержится пчелиный яд есть еще более насыщенный оттенок он по моему с красным перцем и в общем-то это блеск который зрительно увеличивает губы за счет того что он припекает за счет прилива крови вот мне очень нравится и оттенок и подобная формула средств то есть я люблю увеличить иногда свои губки зрительно сделать их пухлее удобная кстати лопаточка у этого блеска очень приятный нюдовый полупрозрачный оттенок оставляю блески от белор дизайн под названием shine bright это относительная новинка не так давно эти блески вышли у белор дизайн и у меня три оттенка все они мне нравятся мне нравится формула этих блеск это оттенки 16 и 10 эти блески они очень густые не растекаются за пределы губ и первые он абсолютно прозрачный я его использую как глянцевый финиш на матовые текстуры губы становятся очень объемными 6 оттенок нюдовый я использую и самостоятельно и с карандашом для губ чаще всего это сатиновый оттенок очень приятный нюдовый без крупных блесток и последний оттенок 10 я его использую как топпер опять же на матовые текстуры он делает эффект на губах такой более праздничный потому что в нем прям отдельные разноцветные блестки всех цветов радуги очень нравится мне эти блески поэтому три оттенка я оставляю избавляюсь от блеска от и иван шоу глоу это коллекция которая выходила прошлой весной либо летом и я себе брала на пробу вот этот блеск он идет как голографически в розовом оттенке и мне не зашел этот блеск он и по формуле совершенно обычный и оттенок у него такой достаточно странный то есть он с одной стороны розоватый но он отливают в какое-то зеленовато-желтый что ли в общем немножечко странно это все смотрится в принципе на губах если их не тонировать а наносить поверх своего розоватого пигмента то в принципе вот этого отлива особо незаметно но все равно у меня к этому блеску совершенно не тянутся руки плюс не всегда можно этот блеск купить мне кажется он появляется только в определенные сезоны если он вообще еще будет поэтому я от него избавляюсь оставляю свою любовь это блеск от лилом это оттенок 316 и это блеск который в упаковке кажется полупрозрачным но на губах зависимости от вашего ph кожи он приобретает более насыщенный оттенок и на моих губах это становится такой достаточно яркий холодный розовый с лиловым подтоном очень освежающий оттенок обожаю этот блеск и в принципе блески отлило у них одна из моих самых любимых форму при нанесении можно заметить что он абсолютно полупрозрачный но сейчас я подожду буквально минутку и он станет более насыщенным блески отлило они совершенно не липкие они приятно ощущаются на губах они даже напитывают губы не сушат их совершенно никуда не растекаются приятно пахнут в общем одни плюсы ну вот уже в принципе 5 секунд прошло и уже оттенок становится более насыщен избавляюсь от блеска viva lip sensation не скажу что это за оттенок в общем светло розовый вот такой полупрозрачный оттенок красивый упаковочка симпатичная но я совершенно не пользуюсь этим блеском в общем то обычный блеск стандартный липковатый приятненько пахнет полупрозрачный но тоже для меня он ничем совершенно не выделяется пользуюсь им очень редко если я им и пользовалась то как топпер на какие-то другие матовые помады а сейчас у меня в принципе топперов хватает подобных полупрозрачных принципе даже и не видно что это розоватый оттенок он смотрится как абсолютно прозрачный поэтому я спокойно в качестве топера могу добавлять обычный прозрачный блеск тот же от белор дизайн буду избавляться от блеска литу аж это наш белорусский бренд оттенок у меня 131 такой вот ягодные перламутровые в принципе блеск неплохой на любители я бы сказал этот оттенок оттенок симпатичный и он даже не совсем прозрачный то есть в два слоя в принципе он закрашивает пигмент губ но я им совершенно не пользуюсь и мне не нравится в нем что он слишком насыщенный аромат у него прям очень очень яркие конфетный и в принципе я люблю сладкие ароматы в косметике но здесь он прям бьет в нос он пахнет прям ягодным вареньем в общем я пыталась им пользоваться но даже когда его кладу в косметичку месяца все равно у меня до него не доходит руки поэтому буду от него избавляться оставляю блеск от рилуи парадиза первый оттенок полупрозрачный нюдовый приятный оттенок это в общем-то обычный стандартный блеск с зеркальным эффектом ничего в нем такого сверхъестественного кстати формула у него приятная не супер липко в принципе по формуле он даже похоже на лилон но в нем совершенно нет блесточек то есть он просто глянцевые и мне в нем это нравится что несмотря на то что это блеск но есть вот такой вариант без блесток оттенок красивый карамельно-нюдовый универсальный поэтому оставляю пусть будет пользуюсь им достаточно часто особенно с темно-коричневым карандашом карандаш наношу по контуру в центр губ подобный нюдовый блеск получается губы в стиле 90 очень объем очень любила этот блеск в летнее время в принципе как и помада которую я вам уже показывала похожим оттенки коралловом жизнерадостном летнем но пользуюсь я этим блеском только в летнее время то есть очень коротенькая очень-очень короткий промежуток времени в году и у этого блеска уже истек год назад срок годности поэтому ну не буду я его уже хранить до лета боюсь что он окончательно продохнет я вижу он здесь уже начал немножечко расслабиваться это оттенок кстати 306 очень красивые и моя любимая формула блесков как я вам уже говорила но скорее всего либо я повторю если мне прям вообще приспичит не смогу без него обойтись я либо повторю либо куплю что-нибудь другое но в подобном оттенке смотрите какой он насыщенный пигментированный глянцевый то есть принципе он перекрывает даже оттенок губ и вот так выглядят все оттенки блесков которые я вам показала чуть подальше вы сможете посмотреть их оттенки и вот такие две кучки у меня сформировались после разбора блесков вот эта кучка то от чего я избавляюсь это то от чего то что я себе оставляю едем дальше вот кстати даже не все блески у меня смылись до конца некоторые оставили после себя tint я не помню что вот это за блеск был надо будет посмотреть возможно от белор дизайн но вот отлило да он оставляет легкий tint так что имейте это в виду что блески которые выглядят в принципе полупрозрачно они тоже бывают достаточно стойки следующая категория это карандаши для губ и это самая маленькая категория среди всех средств для губ карандашами я пользуюсь не так часто на каждый день вообще не пользуюсь только для фото для видео на самом-то деле и ярких оттенков у меня практически не осталось так что давайте смотреть от чего я избавлюсь избавляюсь от двух карандашей от бренда marvel это российский бренд который на самом деле мало кому известен но бренд marvel были чуть ли не первыми кто со мной связался в инстаграм чтобы посотрудничать чтобы прислать мне косметику бесплатно я конечно была безумно счастлива но сейчас я понимаю что это не самое лучшее качество у них вообще достаточно странный ассортимент он очень скудненький и по большей степени специализируется карандашами я честно говоря даже не знаю какой сургодностью этих карандашей они изначально ко мне пришли без сроков без какой-либо наклейки и это на тот момент уже меня как-то немножечко удивило в принципе несмотря на сроки годности в любом случае я не на сто процентов довольна формулой этих карандашей они не супер стойкие они очень кремовые легко уплывают за контур губ и это для меня не самые ходовые оттенки поэтому я без зазрения совести избавляюсь от этих карандашей они уже старенькие ну два года так точно этим карандашам чуть ли не самые старые в моей коллекции и это оттенок плам который 332 номер принципе для меня актуальны подобные темные оттенки я люблю темные помады если не в жизни то для видео но этот оттенок он уходит фиолетовых и он из меня делает мертвеца то есть для меня все в темных помадах больше актуальные оттенки уходящие в бордовый но никак не фиолетовый я пробовала использовать этот оттенок в каких-то ярких экспериментальных макияжах но мне не нравился результат и второй оттенок под названием коралл и здесь стерся номер но по-моему это 335 в беларуси этот бренд представлен сети мило в принципе это очень бюджетный бренд но я не в восторге честно от формулы этих карандашей поэтому я от них избавляюсь самые новые карандаши в моей коллекции это бренд эвелин они ко мне пришли в декабре и мне очень нравятся эти оттенки они очень приятные носибельные для повседневной жизни это 29 оттенок лавли rose это более такой теплый коричневый и розовый очень такой освежающий оттенок 23 rose nude и не обращайте внимание на тип который остался после предыдущего блеска к сожалению он не исчезает не смывается и вот такие свочи на карандаши от эвелин избавляюсь от одного из своих самых старых карандашей это релуи оттенок 15 у него вышел срок годности пользуюсь такими оттенками крайне редко и этот карандаш я покупала позапрошлом получается году когда вот подобный оттенок он был цветом года по версии понтон и все бьюти маньяки скупали подобные оттенки и в румянах и в тенях и в помадах и в карандашах для губ в общем то я тоже не исключение в течение года я им достаточно часто пользовалась но затем я его забросила симпатичный оттенок на теплое время года но не вижу смысла его держать если мне и захочется подобный оттенок повторить то я возьму что-нибудь новенькое а вот то что я решила пока что оставить временно так скажем в качестве такого тепленького летнего варианта карандаша для губ это карандаш от лило это серия лайк и карандаш в оттенки 312 как можно заметить у него еще достаточно долго срок годности будет актуален и хочу попробовать им попользоваться в этом году летом так как у меня других вариантов подобных теплых оттенков не остается то возможно до него будут мои руки доходить гораздо чаще карандаш приятные мягкие но при этом он не тает на губах он не уплывает за контур и оттенок он вроде бы и яркий летний но при этом он приглушенный то есть он достаточно такой вот носибельный и мне нравится этот оттенок и последние три карандаша от релуи их я оставляю вот этот розовый 21 он в прошлом году выходил когда релуи обновляли свою линейку дополняли ее новыми несколькими оттенками и мне приглянулся именно вот этот весенний и два абсолютно новых карандаша которые появились у меня в конце прошлого года это самые что ни на есть носибельные повседневные оттенки коричневый темный и светлый нюдовый пользуясь и отдельно и вместе темным я затемняю контур а светлым высветляю внутреннюю часть губ и получается более такой пухлый 3d эффект на губах и вот так выглядит сводчи розовый это оттенок 21 темно-коричневый 0 1 и 19 это светлый нюдовый бежевый и вот такие две кучки у меня получились трех карандашков я избавляюсь а вот эти карандаши у меня остаются только все самое нужное и мы с вами добрались до последней категории это жидкие помады обязательно оставляю свою самую дорогую вещь в принципе из средств для губ это я сначала думал что это жидкая помада но оказывается это тинт стойки для губ а вот line crime это тинт достался мне в подарок когда я делала заказ на их официальном сайте я заказывала палетку из коллекции прелюд и в общем не в подарок дали вот эту помадку из серии плюшес и это оттенок лаванда хани очень приятный розовый оттенок уходящий в лиловый очень прикольная упаковочка комфортная текстура она впитывается в губы становится очень стойкой то есть даже можно носить под маской она никуда не исчезнет я еще люблю как в общем то и все остальные средства наносить не плотным слоем а немножечко подтушевывать пальчиком чтобы получился эффект заслованный губ в общем все мне нравится поэтому конечно же оставляю и больше всего у меня жидких матовых помад от люкс визаж из серии pin up я думаю я не одна такая особенно среди блогеров именно белорусских мне кажется у многих большая коллекция вот этих pin up of у меня на самом деле она была еще больше просто от многих средств я уже давно избавилась и я в первую очередь составляю все нюдовые оттенки я ими пользуюсь часто ну потому что это нюд естественно если не знаю что нанести то наносит что-то вот такое бежево-коричневое и это оттенки 37 38 39 они на первый взгляд кажется очень похожими но в принципе так оно и есть но при определенном освещении все-таки заметно разница вот этот он более тепленький 38 39 он такой самый холодный и 37 он более коричневый да то есть вот этот он самый теплый и вот сразу покажу вам сводчи на эти оттенки и по порядку это 37 38 39 не самые стойкие матовые помады но зато они очень комфортные пользуюсь часто поэтому не вижу смысла от них избавляться и из более ярких оттенков я избавлюсь от вот этого тепленького оттенка 11 и оставлю темный оттенок винный 31 винный я обожаю он у меня в фаворитах зимы вот на холодное время года на осень зиму это просто роскошный очень насыщенный пигментированный винный оттенок этим оттенками пользуюсь очень редко как-то мне вообще не зашел я в одно время на хороших скидках на 50 процентной скидки скупила очень много оттенков и от всех я в общем то рано или поздно по избавлялась потому что плохо и видимо их просвотчила да и в принципе всем одновременно и всем часто пользоваться ну невозможно все равно что-то нравится больше что-то меньше и вот этим оттенком я пользовалась очень редко поэтому пришло время от него избавиться потому что у него уже истек срок годности и вот такие оттенки 11 такой более морковный и 31 винный раз уж мы заговорили про темные помады правильные то покажу вот такие две помады от рилы и парадиза это тоже одни из моих любимых формул именно жидких матовых помад несмотря на то что они стойкие они гораздо более стойкие чем люкс визаж тем не менее они комфортно ощущаются на губах они очень пигментированные с первого нанесения с первого слоя перекрывают пигмент губ и я оставляю обе помады и темный оттенок один из моих любимых вот в принципе наравне с предыдущим пинапом но здесь уже другой потом здесь он более тепленький чуть-чуть уходит в кирпичные мне кажется что вот такой оттенок который уходит в теплый он очень идет к моему цветотипу и оставляю такой достаточно нюдовый оттенок он это какой оттенок винный получается 0 9 а второй 0 4 он называется фламинго но я не понимаю почему он фламинго по что фламинго как бы розовый а этот он уходит в тепленький то есть он нюдовый но немножечко с персиковым подтоном не часто я им пользуюсь кстати но мне очень нравится формула и эти блески достаточно новые им всего лишь год вот поэтому пока что я их оставляю и можно даже по сводчим заметить что в один слой даже на сводчах релуи все-таки преобладают над люкс визаж потому что они более насыщенные более пигментированные люкс визаж они какие-то кажутся полупрозрачные не знаю может быть со временем они стали ложиться хуже может быть их нужно взболтать не знаю но вот лилы и конечно выигрывают по своей формуле и давайте закончим с люкс визаж это их относительная новинка в прошлом году выходила эта коллекция мэд тату это жидкие матовые помады заявлены как стойки мне не понравилась формула этих помад по крайней мере я себе одну на пробу взяла и мне она не зашла оттенок красивый 106 приглушенный пыльный розовый но на моих губах эта помада очень быстро скатывается в центре губ она начинает связать прям кусочками поэтому я эту помаду наношу только тонким слоем и опять же подтушевываю пальчиком и делаю эффект зацелованных губ и тогда она держится долго даже под маской никуда не исчезает оттенок приятные повседневные освежающие поэтому я эту помаду оставляю но как я уже сказала я ее использую иным способом не как обычной матовой помадой смотрите какой приятный оттенок он розовый но он такой приглушенный пыль обожаю эту жидкую матовую помаду обожаю этот оттенок но к сожалению придется от нее избавиться по что они уже вышел срок годности я уже вижу что начинает расслаиваться если захочу я ее повторю обязательно на холодное время года это лило серия космик и это оттенок 110 сливовый крамбл пользовалась этим этой помадой не часто опять же только холодное время года осенью и зимой особенно я в этом году оторвалась вы можете даже в некоторых видео видеть на мне вот эти вот темные сливовые губы помада супер насыщенная супер стойкая вот из матовых жидких помад это самая стойкая и она самая сушащая но тем не менее мои губы с ней выглядят адекватно несмотря на сухость тем не менее вот мне нравится как мои губы с этой помадой смотрятся она очень пигментированная в общем то все с ней классно оттенок потрясающим но уже как бы пора ей на покой принципе ею покупала в свое время на 50 процентной скидки кстати сейчас она тоже часто на скидках поэтому если мне при прет то я обязательно ее повторю но в любом случае я ее уже был ближайшее время не носила потому что сейчас уже весеннее настроение хочется чего-то более легкого и вот так жидкая помада выглядит на сводчик и у меня остается три жидкие матовые помады от бренда эвелин здесь вот на первый взгляд они кажутся одинаковыми но на самом деле вот это лип крем серия а вот эти ох майки с которые ох майки с они более новые а лип крем на минимум год уже у меня и наверное я от нее избавлюсь потому что этот оттенок теплый он похож на релуи парадиза релы парадиза по формуле мне больше нравится поэтому не вижу смысла две очень похожие помады держать у себя в коллекции вот эту приглушенную розовую и более такой нюдовы коричневые я их оставлю потому что они новые и я их еще в принципе даже не поносила толком если их вообще носила это 0 3 и 0 8 оттенок и вот так оттенки выглядят на коже я когда делала сводчик уже в принципе ощущалось что от которого я избавляюсь 0 2 лип крем что он уже старенький потому что он скорее всего там внутри уже расслоился и он ложится полупрозрачно в отличие от двух новых розовый получается 0 3 и последний это 0 8 очень приятный розовый оттенок пыльный похож кстати на люкс визаж они прям мусовые и вы можете заметить что им нужно время застыть то есть в итоге они потом застынут в матовый финиш но изначально они вот такие вот глянцевые и вот так выглядит сводчина все жидкие помады вдалеке и по итогу я избавляюсь от 3 жидких помад все остальные у меня остаются но для меня это очень ходовые оттенки пинап и я уверена вот эти нюдовые у меня вообще закончатся в этом году остальные достаточно новые для меня винные два оттенка я люблю обожаю поэтому остается только все самое нужное и вот так выглядят окончательные итоги моего расхламления средств для губ в этой коробочке то чего я избавляюсь в этом органайзере то что я себе оставляю я считаю что результат отличный я даже сама если честно не ожидала но я буду рада пополнить в ближайшие месяцы свою коллекцию косметики новыми средствами потому что выходит постоянно что-то новенькое и сейчас после расхламления можно вообще со спокойной душой пробовать что-то новое я надеюсь что вам было интересно если вам понравилось это видео не забудьте его оценить также оставляйте свои комментарии подписывайтесь на мой канал это помогает развитию моего канала буду рада каждому спасибо большое за просмотр всем пока пока